Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Иван, здравствуйте. Доброе утро, Иван. Доброе утро, студия. Доброе утро, зрители. Скажите, есть ли что-то больше, чем психология в этом курсе 100 рублей за доллар? Это действительно какой-то эпохальный, переходный момент? Или просто красивая цифра? Смотря на кого красивая, да? Смотря на кого, конечно. Кому как. Говорится, на самом деле, смотрите, курс был 150 рублей за доллар в начале марта прошлого года, но тогда это было больше эмоций. То есть тогда рынки, они вообще поддаются эмоциям, собственно, идут за ними. И тогда казалось, что сейчас все может рухнуть в России из-за того, что она начала полномасштабную войну. И курс действительно дошел до 150. Но потом, как говорится, рынки успокоились, поняли, что для экономики на той стадии ничего особого не произошло. И курс начал отыгрывать. Более того, из-за того, что в Россию из-за санкции сократился поставки товаров, то бишь имбор для нее, а экспорт российский как был, так и оставался. Курс даже умудрился очень сильно усилиться. От 50, по-моему, 5 рублей за доллар дошло. Но тогда это были эмоции. Сейчас совершенно другая ситуация. То, что сейчас, вот вчера я смотрел, если не ошибаюсь, 99,4, закрылся лист биржи, это именно реальный показатель экономики России, поскольку несколько факторов, которые давят на этот курс. Это, во-первых, чтобы там не было тот путь, который выбрал Центральный банк России, печатать рубли для покрытия проблем, которые вызваны дефицитом бюджета. А чем больше вы создаете денежной массы, которая ничем не обеспечена, тем больше, соответственно, ваш проседает курс. А во-вторых, это эффект так называемого бунта выходного дня Пригожина, потому что он подорвал доверие к стабильности внутри России. Так как в России говорилось, что да, у нас проблемы есть на внешнем секторе, но внутри страны полная стабильность, все под контролем. И тут происходит этот бунт выходного дня, и все понимают, что ничего не под контролем. Соответственно, деньги начинают тоже проседать из-за того, что те, кто даже вкладывали в условиях, когда Россия ведет войну против Украины, деньги в экономике России, поняли, что это небезопасно. Ну и также вывод капитала, это цифра, которая также была недавно озвучена, про то, что порядка 250 миллиардов долларов чистый вывод капитала был за Россию с начала полномасштабной войны и в первой половине 2023 года. Все это давит на рубль, и сейчас мы подходим к этой, ну скажем так, психологической, вот здесь согласен цифрой, потому что все любят рассуждать круглыми категориями, там 50, 150, 200. Вот сейчас, скорее всего, следующая неделя начнется с того, что будет. 100 рублей за доллар, возможно, будет команда Центральному банку России найти резервы, и этот курс все-таки они вернут где-то на 95, но это будет сугубо временно, и я думаю, что до конца августа 100 таки будет точно. Вот как раз вы упомянули о неком указании, которые могут дать Центробанку. Вот в стране, где все, кажется, повинуется воле Путина, его режима, почему они не могут указом установить 20 долларов за, 20 рублей за доллар, и пусть будет так, это воля президента, почему это невозможно? Не, ну, безусловно, можно и такой вариант. Сразу вспоминается Салазара в Португалии, когда для него специально печаталась газета, в которой все было хорошо. Проблема в том, что, знаете, есть такое хорошее выражение, футбол не играет на бумаге, тем более в жизни, тем более финансово. То есть вы можете, конечно, рисовать любые цифры, но вопрос в том, насколько эти цифры будут отображать реальность. Собственно, опыт Советского Союза тоже показывал, когда говорили, что чуть ли не за 50 копеек вы можете купить доллар, по-моему, 56 был даже где-то официальный курс, но реально все понимали, что это и близко не подходит к реальному эффективному обменному курсу, поскольку нарисовать можно все, что угодно и установить. Кстати, сейчас, если зайти на сайт Центрального банка России, там 97, все еще горит цифра. То есть они как бы не по-моему, 100, то есть вроде как есть небольшой зазор, но тем не менее есть вот это понятие реальный эффективный обменный курс, который более или менее дает понять, какой действительно курс. Если вы рисуете красивую цифру, вы вводите ее в мир иллюзий. То есть у вас будет одна цифра горитика курса, а совершенно другая, существенно более разная, другая будет в реальных обменниках. И это будет подрывать вашу экономику. То есть экономика, она не будет официальной. Это создаст массу проблем, поэтому такое, казалось бы, простое решение установить курс путем, непосредственно указа президента, такое не пройдет. И в современном глобальном финансовом мире я не представляю, чтобы даже в самой отсталой стране такое было. Иван, тут тоже буквально уточнение. Возможно ли что-либо прогнозировать о курсе рубля по отношению к доллару, поскольку доктор экономических наук Игорь Лисец убежден, что в связи с последними решениями Путина рубль неизбежно будет падать и дальше. Ну а подавление кризиса на валютном рынке, за который так хвалили, кстати, на Биолину, оказалось лишь временным. И теперь курс вернулся к справедливым значениям начала войны. На какое-то время он может стабилизироваться на этом уровне, но в целом его ждет дальнейшее плавное обесценивание. Вот как вы считаете, кстати, как это объясняется, тогда помните тоже о начале полномасштабной войны. Он, как вы уже отметили, взлетел, а потом снова-таки упал и держался какое-то время. За счет чего, кстати? И, собственно, о светлом, либо же не светлом будущем рубля какое. Какие у вас прогнозы? С чем они могут быть связаны? По поводу взлетелых эмоций, по поводу того, что стабилизировался, укрепился из-за того, что экспорт как был, так и оставался, импорт сократился, но, как написал лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в своей колонке в середине прошлого года, что на самом деле во внешней торговле важен не столько экспорт, поскольку он у вас и так есть, сколько импорт, поскольку у вас его нет и вам надо это покупать. Вот тогда стабилизация курса произошла именно из-за того, что импорта не было. И на первых этапах казалось, что супер, импорта нет, все прекрасно. Но когда не было импорта, это означало, что не было необходимых деталей для того, чтобы экономика России могла что-то производить, так как там импортировалось огромное количество товаров. И когда запасы иссякли, то, кстати, реализовался прогноз, о котором тоже писал Центральный банк Российской Федерации, в своем, если я не ошибаюсь, июльском отчете от прошлого года, где они говорили, что у нас запасов реально есть на несколько месяцев. А для того, чтобы эти запасы производить внутри России, особенно в сфере машиностроения, то есть сложные товары, они тогда обтекаемо написали, потребуется минимум три года. То есть, по сути, этой фразой Центральный банк России сказал, что вы знаете, а мы не сможем провести импортозамещение. То есть, да, мы говорим пока о том, что это три года, но, знаете, тут можно было любую цифру написать. Главное, чтобы это было не завтра, не через неделю, не через месяц. Поскольку реальная экономика к этому не готова была. И сейчас, по сути, вот тот накапливающийся эффект, который был, по сути, создан с самого начала, когда все говорили, что да, это временное явление, укрепление рубля, дальше будет падение, сейчас оно материализуется. И дальше, да, могут быть какие-то интервенции. У России все еще и обстаются, скажем так, достаточные запасы, которые все время сокращаются, которые могут позволить решить проблему, но это будет как раз тактическое решение, но не стратегическое. То есть вы можете на неделю, там, на две усилить курс рубля, но дальше падение продолжится. Более того, вы спалите те ресурсы, которые у вас есть, и которых вам не хватит в будущем. Поэтому в ближайшее время я не думаю, что Россия вернется к тому, чтобы существенно укрепить рубль. Они могут на пару дней укрепить, но дальше опять вернемся к падению. И это будет бить, в том числе, по возможности граждан России покупать определенные товары, так как за единицу, грубо говоря, условную, там, за тысячу рублей, с каждым днем они могут покупать все меньше, меньше и меньше. Иван, и тут еще один момент, насколько это все взаимосвязано. Ну, очевидно, что взаимосвязано, но вот именно, как говорится, подводные камни. Если обратить внимание на статью Bloomberg, которая недавно вышла, о том, что экономика России адаптируется к международным санкциям и может вернуться к довоенному уровню, но, подчеркивают в издании, что мобилизация может свести это на нет. Так вот, как отмечает агентство, ВВП России увеличился на 4,9%, ну, почти 5%, во втором квартале этого года, превысив большинство прогнозов экономических экспертов. И растет эта экономика уже 4 квартала подряд после падения, тут я напомню, более чем на 4% это год назад было. И отмечается, что увеличение расходов по обороне стимулирует, это одна из причин, да, промышленное производство, а потребительский спрос набирает обороты на фоне растущих расходов государства на социальную поддержку и повышение заработной платы. Как вы считаете, где здесь, ну, вот, и взаимосвязь, в том числе и с рублем, вот почему растет ВВП? Только ли сама вот это вот военные рельсы и стимулирует экономику? Ну, здесь надо понимать, что действительно растет ВВП в военном секторе, в других секторах падает. А что такое военный сектор? Вот вы потратили деньги, вы произвели танк, танк поехал на фронт, танк набили, танка нет. То есть получается, тот рост, о котором вы только что сообщили, его уже нет. Он помножен на ноль, как говорил один наш бывший политик. И, соответственно, сейчас российская экономика, она во многом демонстрирует показатели роста сугубо в военном секторе. При этом стараются исключать из показателей другие сектора, которые важны для, скажем так, невоенной жизни. Играть, все ставляя на войну, как это сейчас делает Россия, Россия, по сути, четко дает понять, что они, как, не знаю, казино, вот мы все ставим на эту войну. Но, соответственно, когда вы все ставите, вы забираете из других отраслей, которые позволяют функционировать в вашей стране. И тем самым вы создаете проблему внутреннего взрыва, когда в один момент кажется так, что, допустим, в отдельно взятом субъекте Федерации не будет платиться зарплаты учителям, врачам, пенсии не будут платиться. И все это будет приводить к тому, что будет создаваться революционная атмосфера в этих регионах. Поэтому сейчас вот это бравурное заявление, которое, кстати, я в который раз и в вашем эфире вспомню статью Financial Times, которая вышла уже, наверное, три месяца тому назад, в котором был заголовок простой. Почему МВФ дублирует экономическую пропаганду Путина? Это было название статьи. И в этой статье писалось, что многие международные, уважаемые, структуры такие, как МВФ, другие, они используют заявление, которое дает Российская Федерация. Но эти заявления, они политические, они не несут в себе реального экономического основания. Поэтому, когда говорят, что в России все прекрасно, ориентируются на то, что так говорит Центральный банк России, Министерство финансов России. Но, опять-таки, из-за того, что это политика, а не реальная экономика, она не имеет ничего общего. И, соответственно, все вот эти прогнозы, даже уважаемых изданий, в данном случае, Гомберга, они частично и строятся на заявлениях российской власти, которые, скажем так, вот, знаете, я отслеживаю каждый месяц показатели российского бюджета. У меня есть полное ощущение того, что до апреля этого года там были реальные цифры. После апреля каким-то невероятным чудом у них сокращаются расходы и увеличиваются доходы. Из чего я для себя делаю вывод, что с большой вероятностью была дана команда, чтобы ни в коем случае не показывать нарастание расходов и сокращение доходов, а поменять эти цифры. И играть в эту игру ровно столько, сколько это не проявится. Ну, в 98-м году Россия проходила такую историю, когда тоже говорили, что все прекрасно, все хорошо, и тут настал дефолт. Вот, мне кажется, сейчас даже игра, по сути, дежавю, той игры, когда Россия говорит, что все прекрасно, у нас экономика растет, но при этом реалии немножко другие, и я не думаю, что потребуется слишком много времени для того, чтобы они таки проявились. И еще к реалиям, на чем еще зарабатывает, остается, да, такой основной заработок в Российской Федерации, тот же Bloomberg сообщает о том, что в июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти. И это идет речь о том, что отмечается, что это максимум с начала 2023 года, однако все еще на 20% меньше, чем в июле прошлого года. Какие еще статьи помогают зарабатывать Российской Федерации, кроме нефти, и как прокомментируете эти цифры? Смотрите, ну, цифры достаточно внушительные, наверное, не скажу бы, что они для России очень большие, поскольку и много людей живет в стране, и экономика, соответственно, требует много средств, но тем не менее, опять-таки, не думаю, что это очень хорошая цифра, особенно, вот, действительно, сравнение и прошлый год, и предыдущие периоды, и учитывая, скажем так, те затраты, которые несет экономика страны на ведение войны. Что касается других статей, то не надо забывать, что Россия это ведущий в мире экспортер пшеницы, и Россию никто никогда не вводил санкции против продовольственных товаров, потому что это очень сенситивно для всего мира. Собственно, Ройтерс где-то в году 2021 даже написала статью под заголовком «Пшеничная дипломатия Путина», в которой говорилось о том, что Россия использует фактор пшеницы, с одной стороны, как экономический, то есть они получают на этом деньги, но более важно для них тот факт, что они ставят зависимость от себя многие страны мира, в первую очередь бедные страны, где есть постоянная потребность продуктов питания, Африка, Ближний Восток. Дальше алмазы есть все еще. Есть еще оказание услуг Росатома, поскольку атомная энергетика достаточно сильный сектор российской экономики. То есть в принципе есть достаточно сфер, которые помогают генерировать прибыль, та же металлургия, кстати, тоже может забывать российская, но при этом возможности сокращаются еще из-за того, что отключение определенной части российских банков от системы SWIFT осложняет нормальные расчеты за продукцию. То есть вы можете произвести продукцию, но вам будет сложно получить деньги за ее реализацию. И в этом плане это тоже, кстати, делает определенное давление на российскую экономику, как, кстати, делает тот факт, что мы с вами сейчас говорим о нефти, начинали. Нефть Россия перевозит логистика экспорта через море. После инцидентов, произошедших с несколькими кораблями Россия, включая танкер, страхование кораблей, которые везут товары черный мор из России резко возросло. Соответственно, больше денег надо тратить на вот эти страховки. А больше денег тратить, соответственно, еще одно давление на бюджеты, скажем так, расчеты, которые не ожидались. Вернее, траты, которые не ожидались. Да, ну что ж, будем также вместе с вами и в дальнейшем обсуждать, что происходит с экономикой Российской Федерации. Спасибо вам большое за анализ. Напомню нашим зрителями Иван Ус, кандидат экономических наук и главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.